В этом году русский марш, проходивший сразу на двух площадках, оказался не таким многочисленным, как ожидали организаторы. В спальном районе Люблино, куда московские власти задвинули акцию в избежание столкновений с прокремлевским митингом заединения России, проходившим в центре столицы, собралось около 1700 человек, рассказал лидер Национально-демократической партии России Владимир Тор. Мы считаем, что в этот день происходит смотр русских национальных сил. Любая русская национальная организация имеет право и возможность выйти на это мероприятие, заявить о себе, продемонстрировать русскую солидарность, высказать свою позицию по различным политическим аспектам. Сам марш был разбит на несколько колонн, главное шла под общенационалистическим лозунгом «Русский марш за русское единство». Здесь же были замечены колонны как сторонников, так и противников боевых действий на юго-востоке Украины, хотя нужно признать, что приверженцев так называемой Новороссии оказалось совсем немного. Один из них – москвич Александр. Я считаю, что русских людей убивают, не то что ущемляют, а убивают мирных причем людей, которые не протестовали, ничего такого не делали, ни терроризмом не занимались, как их объявляют сейчас в данный момент террористами и так далее. Накануне русского МАШа центром по борьбе с экстремизмом был задержан один из лидеров русских националистов Александр Белов-Поткин. Ему вменяются обвинения в финансовых преступлениях. Это дело с самими националистами сравнивается с делом известного оппозиционного политика Алексея Навального. Участники марша считают недопустимым, когда экономическая деятельность человека используется для его преследования по политическим мотивам. А сегодня с утра правоохранительные органы заявили о намерении задержать организатора марша Дмитрия Демушкина. Сейчас много наших соратников, к сожалению, находится в заключении. Мы против политического сыска в России, против того, чтобы людей преследовали за их убеждения, а не за поступки. Несмотря на ранее звучавшие предупреждения от властей о незаконности радикальных лозунгов, на марше все-таки говорили о требовании отставки депутатов Государственной Думы и президента Путина, которого тут именуют не иначе, как самозванец. Участники, как обычно, выступили за свободу слова, союзов, собраний, свободную регистрацию партий и за участие представителей националистических организаций в законодательной работе в парламентах всех уровней. Я, в принципе, выхожу из-за того, что я русский, а русские понятия для меня – это православные в первую очередь. Вновь говорили на марше и обведение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, хотя справедливости ради стоит отметить, что это отнюдь не главные лозунги нынешнего русского марша. Прежде всего, манифестанты выступили против репрессивной политики Кремля, от которой страдают и представители националистических организаций.